Плюс 108 квартир «Красная звезда». Плюс 108 квартир служебный жилой фонд в Восточном военном округе заметно пополнился. В столице Забайкальского края важное событие. Военнослужащим Читинского гарнизона торжественно вручили ключи от квартир в девятиэтажном трехподъездном жилом доме, построенном за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, из 108 квартир в новом доме 9 однокомнатной площадью около 40 квадратных метров, 45 двух- и трехкомнатной площадью 52 и 71 квадратный метр соответственно. Тем, у кого семья большая, предложат четырехкомнатные квартиры по 84 квадратных метра, таких девять. Ключи от служебных квартир военнослужащим, проходящим службу в гарнизоне, вручил командующий общевойсковой армии во генерал-майор Роман Бертников. В торжественном мероприятии приняли участие представители 4-го отдела в ХКУ «Востокрегион» жилье Минобороны России, руководители подрядной организации, построившей дом, и управляющей компанией, которая будет его обслуживать. Строители, надо сказать, постарались. Дом сдали без недоделок. Как говорится, заезжай и живи. Восточный военный округ в течение восьми лет обеспечил служебным жильем 39 тысяч военнослужащих. Военнослужащие обеспечиваются служебным жильем сегодня за счет двух составляющих. В частности, это, как в данном случае, строительство новых многоквартирных домов, а также оптимальное использование уже имеющегося специализированного жилищного фонда. Восточный военный округ в течение восьми лет с начала работы в ХКУ «Востокрегион» жилье обеспечил служебным жильем 39 тысяч военнослужащих, в том числе более 6 тысяч в 2018 году. Объем специализированного жилого фонда ВВА в последние годы был увеличен в пять раз и это более 17 тысяч жилых помещений за счет новых подходов к включению жилья в спецфонд, а также использования средств информатизации и автоматизации. Там, где военнослужащие в ВВА не имеют возможности получить служебное жилье, из-за его отсутствия в ряде населенных пунктов, им после оформления необходимого пакета документов выплачивается компенсация за съемные квартиры. Причем в 2015 году по инициативе Минобороны размер компенсации, положенный офицерам и пропорщикам за наем жилья, был увеличен в 3,3 раза и составил в среднем 17,6 тысяч рублей в месяц на семью. На сегодняшний день в Восточном военном округе 4,7 тысячи семей военнослужащих получают компенсации за наем жилья. Николай Пальчиков, Красная Звезда